Всем привет! Сегодня уже 10 октября, Московская область. У нас пока держится бабье лето. Днем тепло и солнечно, а ночью, конечно, минусовые температуры. Но я посмотрела, буквально через 2-3 дня будет похолодание и дожди. Поэтому сегодня я буду высаживать озимый чеснок. Грядка у меня 6-метровая, ширина 80 сантиметров. Грядку я заранее готовлю под чеснок. То есть собрала отсюда урожай. Я прорыхлила плоскорезом, пролила крутым раствором фитоспорина и накрыла толстым картоном. Все, грядка у меня уже готова. Посадочный материал я тоже стараюсь приготовить перед высадкой. То есть сегодня утром я разобрала головки на зубцы. У меня всего лишь два сорта. Это гулливер. Это очень крупный чеснок. В головке всего лишь 4 зубчика. Что самое главное, он хорошо хранится. Этот чеснок я выращиваю уже третий год, по-моему. И также у меня есть сорт. Это слон. Он у меня уже года, наверное, 4. Зубцы поменьше немножко. Их больше в головке. Но он также замечательно хранится. Залила крутым раствором фитоспорина. И вот он у меня здесь несколько часов уже лежит. И здесь у меня также и посадочный материал. Это зубцы маленькие. Гулливера для омоложения посадочного материала. Также я приготовила этот биогумус. Буду добавлять в каждую лунку. Значит, подготовила. Сделала отверстие в земле посадочной. Ямки делаю я вот таким посадочным конусом. Длина его 20 см. Вот на длину 15-18 см я буду чеснок высаживать. То есть чеснок я сажаю глубоко. Все, в принципе, у меня здесь готово. Так, сейчас покажу на примере несколько зубцов, как я это делаю. Вот, сделала посадочное отверстие. Как я уже сказала, видите, почти, наверное, 20 см. Затем я сюда выкладываю ложку биогумуса домашнего от червей-старателей. Беру зубчик с чеснока и просто его чуть-чуть приминаю туда внутрь. Все, чеснок находится там. Ну и каждое посадочное место я чеснок отправляю. Я всегда добавляю биогумус сюда. Почему? Потому что, смотрите, конус, он заужается, кончик заужен. И получается, когда я кладу вот такой крупный зубец, он повисает в воздухе. Чтобы этого не было, я туда закладываю биогумус. Можно перегною положить. Все, и он, получается, находится у вас в земле, а не висит где-то в воздухе. Так, сейчас еще вот один. Так, раз. Высаживаю глубоко, чтобы он у меня ранней весной, когда еще у нас заморозки, не вылазил и не желтел. Чеснок у меня всегда крупный и хороший. Все, буду ее продолжать делать сейчас. Продолжение следует... Итак, зубчики чеснока я уже высадила. Остается только замульчировать. В качестве мульчи я использую солому. Например, в прошлом году не было у меня в остатках соломы. Я использовала хвойный опад. Тоже замечательно. А в этом году я буду использовать перепревшие березовые листья. В прошлом году осенью я их собрала со своего участка. Заложила в мешки. Вот на сегодняшний день это такие уже полуперепревшие легкие листья. В некоторых моментах даже уже такая, знаете, листовая земля образуется. Вот в этом году я и буду мульчировать чесночную грядку. Вообще я в этом году мульчирую все грядки этим листовым опадом. Здесь замульчировала. Здесь, видите, прям все грядочки. Опадов у меня очень много, потому что березной участки очень много. И сейчас прям толстым слоем я это буду делать. Вот на такую 6-метровую грядку у меня уходит 3 полных тачки. То есть слой должен достаточно быть большой. Не просто 3 листика, а достаточно толстый слой укладываем. Итак, грядку я накрыла перепревшей листвой. Слой получился достаточно большой. Здесь ничего страшного нет, потому что именно такую мульчу земля седает очень быстро. Я, по-моему, еще не сказала, что когда высаживаю зубцы чеснока, я держу расстояние не менее 10 сантиметров. Потому что головки крупные, чтобы когда росли, они не мельчали. Еще хочу вот этот раствор фитоспорина, в котором замачивался чеснок. Я вылью в лейку, растворю теплой водой и сверху грядку эту пролью. Все, чеснок у меня посажен. Все очень легко, быстро. И еще хочу сегодня высадить этот декоративный лук. Меня угостили. По-моему, он будет фиолетового цвета. Вообще, декоративный лук у меня есть. Я в прошлом году покупала у частного коллекционера буквально 10 луковиц. Луковицы были крупные, наверное, крупнее, чем этот. Эта луковичка. Сорт называется «Аллигатор». Гигантский соцветивый. Вы не представляете, размер, наверное, был с голову маленького ребенка. Так это точно. И очень красивого цвета. Такой фиолетовый, с каким-то сиреневым оттенком. Цвел у меня в этом году, но я не успела заснять этот момент. Обязательно сниму в следующем году. В общем, хочу этот высадить. Лук растворила Максим. Вот у меня раствор. Взяла 4 мл Максима. Растворила в 2 литрах воды. И вот сейчас я их замочу. Я уже пришла в цветник. Буду высаживать декоративный лук. И решила это делать за растениями. Вот, например, здесь у меня бордюр лаванды. И позади буду высаживать луки. Почему так делаю? Потому что, знаете, они как и тюльпаны. Красивые, когда цветут в начале, весной. А потом уже цветок отцветает, и листва начинают желтеть. И луковицу не выкопать, потому что она должна созреть. Эта вся поникшая желтая листва будет стоять очень долго. И чтобы ее было не видно с фасада за растениями, здесь она аккуратно будет доживать свой век. Итак, сделала посадочные ямки. Также этим конусом. Биолумус у меня закончился мой домашний. Поэтому я взяла табачную пыль. И я немножко присыплю табачной пылью. Полчаса полежали луковицы. И теперь я буду их высаживать. Делаю высадку массивом. Вот по 4 штучки, например, здесь будет у меня расти. Потому что луки красивы, когда они, знаете, такими куртинками растут. Все. И, как, собственно говоря, чеснок, я высаживаю. Засыпаю. Все. Готово. Сверху мульча. И весной будет красиво. Дальше здесь вот сделала. Три посадочные ямки. Тоже табачной пылью присыплю. Высаживаю я на глубину, здесь, наверное, знаете, сантиметров 10, не больше. Ну вот и все. Декоративный лук я высадила. У меня цветники есть небольшой розарий. Я тоже сюда высадила луковицы 10 или 12. Я думаю, весной будет очень красиво смотреться с лавандой, с розами. В общем, посмотрим. На днях хочу заснять цветник. Показать, какие работы я уже сделала. Как я подготавливаю его к зиме. Это будет следующее видео. Подписывайтесь на канал. А я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока.